Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты не только из федерального, но и республиканского бюджета. Празднование 75-й годовщины Победы – одна из главных тем совещания в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. В канун 75-летия Победы каждый, кто сражался за мирное небо, получит единовременную выплату из федерального бюджета. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Данная выплата будет происходить в апреле-майе 2020 года категориям граждан, которые указаны в данном документе. В Чувашии в настоящее время проживают 434 инвалида и участников Великой Отечественной войны. Сотый указ еще предусматривает выплату труженикам тыла в размере 50 тысяч. Таких граждан где-то 10,5 тысяч в нашей республике. Сейчас мы занимаемся выверкой. Временно исполняющая обязанности главы региона предложила округлить размеры единовременной выплаты участникам войны до 100 тысяч. Это поддержка в юбилейный для республики год. Если мы вам поручим совместно с Минтруда проработать данный вопрос в ближайшее время и соответствующим образом, если необходимо, предусмотреть в бюджете соответствующие средства, как вы на это смотрите? Порядка 11 миллионов получается для бюджета, но заявка будет, учтем в уточнении бюджета, если будет ваше поручение. События очень важные и то, что в этот год они совмещаются в столетии нашей автономии, очевидно, эта категория людей внесла, ну скажем так, неоценимый вклад в то, что мы сегодня имеем в Чувашской республике. Давайте мы этот вопрос проработаем. В муниципалитетах республики продолжается подготовка к юбилейным датам. Среди ключевых задач привести в порядок мемориальные комплексы и памятники воинам-освободителям. Большое количество мероприятий проходит в Парке Победы. Это и День памяти, и Скорби, и Сеча памяти. Что надо предпринять для того, чтобы там все-таки, скажем, все эти процессы обеспечить. Мемориальный Парк Победы будет благоустроен. В администрации столицы региона к 9 мая планируют капитально отремонтировать и Дворец культуры имени Хузангая. Здание 65-го года постройки требует ремонта. Фасады обветшалые. 15 лет не делали к сантехнику, 10 лет не делали к рулю. Еще одна важная тема – безопасность. По данным МЧС, в республике снижается количество пожаров. Но беспокоит другая статистика. Чаще всего виновниками возгораний становятся люди в нетрезвом виде. Здесь на первый план выходит профилактика. Это проблема, это бич. Хотя над этой темой работаем, СМИ активно работают. Но таких сдвигов резких пока в сторону улучшения, к сожалению, нет. Активно все органы власти на местах, правоохранительные органы, волонтеры, добровольцы, органы власти. Активно работаем по профилактике пожаров, по профилактике безопасности вообще общей. И прежде всего это сходы граждан. Посещаем многодетные семьи. На повестке дня и снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что в отрасли ЖКХ назрели кардинальные реформы. Такого рода накапливание долгов происходит прежде всего из-за того, что мы имеем достаточно ветхую коммунальную сферу, изношенные сети и достаточно большие затраты на выработку одной единицы тепловой энергии. Поручение госслужбе по тарифам и республиканскому Минстрою подготовить детальный анализ состояния жилищно-коммунального комплекса, обсудить предложения ведомств и меры по дальнейшему сокращению долгов. Олег Николаев намерен в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Андрей Спиридонов. Республика.